Привет, друзья! Меня зовут Саша Жучкин, и буквально три недели назад я изменил жизнь обычного парня, который работал в Макдональдсе. Я нашел ему новую работу, которая действительно ему нравится, и сейчас я иду, чтобы узнать, как у него дела спустя эти три недели. Есть крюшки. Рома, салют. Здравствуйте. Привет. Здорово. Ну что, как, ребята, у вас дела? Сегодня первый день или что? Сегодня, слушай, мы вчера уже пробовали открыться для друзей, то есть в формате для своих. Самый главный вопрос. Как вот этот парень вот себя зарекомендовал, как бы он тебе показал? Ну, я тебе честно скажу, есть огрехи, есть огрехи, но видно, видно, что человек старается. Я ему в первый же день после того, как мы встретились, дал первое задание по медиа вопросам. Он сначала подзагасился на два дня, я подумал, ну все, парень пропал уже. Потом вышел на связь и вроде как, да, привел там журналисту, я дал чуваку интервью, и, ну, скоро там будет статья. Ром, что ты скажешь вот про работу вот в этой шаверме вообще и в целом про твою новую, наверное, так скажем, жизнь? Ну, работа в целом очень интересная, да, намного лучше, чем старая. Ну и плюс заработок намного выше. Ром, как смотришь на то, чтобы я посмотрел, у тебя, что у тебя происходит на кухне, и заодно узнал, как Рома вот хорошо разбирается в своей работе? Вообще не вопрос. У меня как раз для этого есть специально обученный человек, мой паспарту, он тебя может провести, Рома. Иди покороче, у нас там. Ну, здесь у нас мойка, здесь все четко у нас проверяется, посуда всегда будет чистая, скрипит, лично я проверяю. Ага, чудо. А, вот здесь в холодильнике хранятся продукты, ковара. Ковара наш стоит, да? Ага, ковара. Ну, первое время было очень тяжело здесь работать, что-то делать, и даже пригодилось ночевать, чтобы вот так вот, ну, сегодня открылись, и открытие прошло успешно. Слушай, вот если бы тебе предложили, там, не знаю, 10 тысяч рублей, ты бы ушел вот с этой работы за десятку? Даже за 20 бы не ушел. То есть жизнь меняется к лучшему, да? Понятно. Я благодарен жизненную прокачку, безусловно, так как вспомнил, вспомнил я в прошлом ролике, я был удивлен насчет от работы, не уверен, что у меня что-то получалось бы, но теперь я тут, и я рад, что шавермы, сегодня день открытия шавермы, и я к этому причастен, причем так же примерно, как и Рома. Я ему очень сильно помогаю, у меня не всегда, конечно, все получается, но и сам Ром мне помогает, за что я ему благодарен. Я понял, что такое иметь настоящую мою работу, которая тебе интересна. Вот серьезно, ребята, если вам не нравится своя работа, то лучше уходите и просто меняйте свою жизнь к лучшему. Идите там, где вам нравится, учитесь или не учитесь, или сразу же идите. Если вам это нравится, вам будет интересна своя работа, и у вас будут успехи. Надеюсь, моя история послужила для вас хорошим примером, и что вы должны уходить с той работы, которая вам не нравится, и делать, что вы хотите, ведь это самое главное в жизни. Здравствуйте, я представитель канала 4 плюс 1, и я сердечно прошу вас подписаться на этот канал, ну, или мне сломают вторую ногу. Ну, ладно, давай, я подпишусь, а как ты пойдешь по всем квартирам, ты же... Ну, как-нибудь. Ну, давай, хочешь, ссылку оставлю в описании, чтобы люди перешли и подписались. Ну, это было бы круто. Ну, подписывайтесь, ребята. Ладно, давай. Привет, меня зовут Сергей, я работаю здесь поваром. Тебе нравится твоя профессия вообще? Ну, в целом, да, тяжелая, но мне нравится она. Это лучше, чем быть строителем каким-то. Хотя и строителем тоже неплохо быть, тоже неплохие деньги. Кем ты до этого работал, вообще чем занимался? Началось с того, что типа был кокон на корабле, а потом приехал после армии, работал также строителем какое-то время. Потом мне как-то Москва не понравилась, во-первых, я решил обратно вернуться домой. Начал искать себя в плане... Ну, в плане того, что я что умею. И как бы поварские навыки у меня остались с армией и начал развиваться. Рома, ну давай вот так вот между нами, расскажи, пожалуйста, только честно, вот как Рома себя зарекомендовал? И я вот сегодня специально зашел без всяких звонков, чтобы вот реально посмотреть, убедиться в том, что у вас все в порядке. Ну, как я тебе уже сказал, грехи есть. Но честно, я знал, на что шел. Сейчас, Саня, извиняюсь. Честно тебе скажу, я знал, на что шел. Как бы человек без опыта. Ну, Макдональдс, несмотря на то, что это классная компания, полностью автоматизированная. Но если у тебя нет опыта не Макдональдсного, как правильно склонить это, не Макдональдсного опыта, то нет опыта управления, то, конечно, он, грубо говоря, как я ведущий, он ведомый. Вот так и работаем. Я ему даю такие легкие задания. Иногда он с легкими не справляется, но чувствуется главное желание. Он там звонит, говорит, блин, я там что-то не так сделал. Ну, видно, что он как бы хочет расти. Что касается планов на будущее, какие перспективы у него, вряд ли в ближайший год он сможет стать управляющим, но помощь он мне все больше и больше оказывает уже такую самостоятельность. То есть он уже не ждет от меня какой-то команды, он, ну, например, видит, что какие-то продукты заканчиваются, подходит к повару. Повар у нас, несмотря на то, что повар у нас встретятся продукты, он в личный раз это контролирует и говорит, да, вот, у нас, типа, закончилась капуста, нужно позвонить поставщику по капусте. Короче, он старается себя как-то зарекомендовать, да, прямо, что, типа, вот, если первое время, как я понял с твоих слов, он что-то делал по твоему проблеме, то сейчас он уже какую-то инициативу берет на себя, правильно? Да, да, первое время, грубо говоря, я ему скажу идти прямо, он идет прямо, скажу идти налево, он пойдет налево. Сейчас он уже логический цепочек составляет, может что-то сам сообразить и, как бы, синициировать решение вопроса. Ну, слушайте, я очень рад, что, типа, так получилось, что он ушел из Макдональдса за 5000 рублей и нашел дело своей мечты, потому что это большая редкость, когда вот такие вот пазлы, они складываются и получается целая картинка. Я надеюсь, что в будущем вы также с ним будете нормально работать, что у вас не будет никаких трудностей и первое, что я еще хочу тебе пожелать, чтобы твоя шаверма и твое дело, оно расцветало и процветало, потому что я вижу, что ты вкладываешь душу в это дело и когда я первый раз здесь был, здесь был, конечно, полный шлаг, сейчас здесь реально прямо круто. Я вижу, как у тебя и у Ромы горят глаза и я надеюсь, что в будущем вот эта маленькая шаверма превратится в какую-нибудь сеть крутых, я не знаю, может быть и ресторанов, может быть, сеть просто крутых шаверм. Поэтому спасибо тебе за Рому, за то, что ты взялся за него и сделал, ну, не побоюсь этого слова человека, сделал за него человека, поэтому спасибо тебе огромное. Саня, твои слова до Бога в уши, ну, как бы всякое бывает, все зависит от Ромы, все зависит от Ромы. Пока что вроде все нормально. Ну что, пацаны, это одна из моих теперь любимых серий. Я рад, что вы нашли друг друга, что я был тем самым катализатором, который помог вам соединиться. В общем, давайте пару слов напоследок людям, которые посмотрят это видео. Я могу от себя сказать, что шанс есть у каждого. Рома хотел... Главный риск в жизни не рисковать. Чувак рискнул и шел из Макдональдса. Ну, понятно, что у него нет опыта, но невозможное возможно, как говорится. Да, есть огрехи, есть проблемы, где-то он косячит, но видно, что потенциал у него есть. Я желаю каждому не бояться, жизнь одна. Рискуйте, падайте, поднимайтесь, главное, двигайтесь, не стойте на месте. Это слишком пафосно, наверное, звучало. Ну, я, в принципе, соглашаюсь полностью со словами Романа, ну, и также себя добавлю, когда у вас какие-то падения, да, что-то не получаться, просто вот так вот не бросайте все, продолжайте до конца уверенно, и когда-нибудь у вас это точно получится. Если у вас нет чего-то даже таланта, то у вас все равно это рано или поздно получится. В общем, друзья, вот такой вот получился выпуск шоу «Жизнь на прокачку». Не бойтесь менять свою жизнь к лучшему. Пишите в комментариях, кем бы вы хотели стать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А я, ребят, иду прокачивать следующие жизни. Так что давайте. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok